Великомученица Екатерины Привезенная Синая, освященная на ее мощах, как вы знаете, именно там были явлены ее святые мощи, и там находится монастырь, носящий ее дни. И Великомученицу Меркурий, который частицей своих мощей, вот в этой вот левой иконе около Клироса, тоже пребывает в нашем праве. Дорогие, я думаю, что про Великомученицу Екатерины практически все вы знаете. Икона Божией Матери с младенцем, и как младенец Христос от нее отворачивался. Говорят, что она безобразна, она неумна, и так далее. И вот, когда она крестилась, приняла святое крещение, то младенец Христос ей улыбался. А потом мы помним, как ей во сне было видение Христос, который назвал ее своей невестой и одел ей сынки на палец. Мы с вами помним, как она приняла участие в дискуссе с языческими жрецами, причем самыми умными, самыми образованными, которых могли собрать 50 человек. И она их сумела посмотреть. Так что они приняли, так что они сами и себя после этого стали считать христианами. Сама она была самой умучена, а потом ангел перенес ее мощи на самую высокую вершину в самом Еносинайском полуострове. Эта гора сейчас носит имя Святой Екатерина. Это рядом с горой, на которой Моисею являлся Бог, и на которой были даны 10 заповедей. Великомученик Меркурий, он в нашей цепи менее известен. Этим именем и у нас достаточно редко называют, но я не имею ее в виду, монашествующий. Этот славный мученик был воином в армии Деки. И ему было видение ангела перед одной из важных битв, который его благословил и вручил ему меч. И во время битвы он в иступлении прорубился сквозь толщу неприятеля и поразил самих вождя противника. Так что по существу победа над врагом была одержана благодаря ему. И, естественно, император Деки, который, кстати, в середине третьего века прославился жестокими гонениями на христиан, и именно при нем принял мученическую кончину, и нами всеми любимый мученик Трифон, император Деки его приблизил к себе. Ну, тот был язычником. Но, естественно, люди устроены так, что начинают завидовать положение другого, начинают под него копать ямы, устраивать всякие кости. И нашлись люди, которые очень обрадовались, узрев, что любимец императора Меркурий, он не участвует в жертвоприношениях императора. И срать сюжет об этом Деки и донесли. Деки призвал его к себе, и Меркурий сам объявил в Санге себя их христианинам. Когда Деки стал его увещевать, говорит, какие у тебя почести и прочее, он все знати, отличия из себя снял, в Санге положил к ногам Деки и говорит, «Для меня главный Христос, а это ничто в жизни не стоит». И после лютых мучений он принял мученическую кончину. Прошло около ста лет. В Византии установилось христианство, но вот на императорский престол зашел Юлиан отступник. Санге, который сам, будучи в Санге вращенный, в хрибхристианской вере, именно поэтому он может называться отступник, сам решил возрождать и насаждать язычество. Конечно, его сомнегонения и испытания христиан были наиболее защелными. И вот, отправляясь на очередную битву, которая оказалась для него последней, он пришел к своему товарищу детства, святителю Василию Великому и тому сказал, вот подождите, сейчас я вернусь из военного похода, и тогда я вам покажу. Святитель Василий Великий молился все это время перед иконой Божьей Матери, так чтобы она помогла, защитила христиан, на этой иконе Божья Матерь была изображена двумя предстоящими воинами. Один из них был Меркурий. И вот однажды во время молитвы Василий Великий увидел, что изображение воина Меркурия исчезло субор. А по прошествии какого-то непродолжительного времени изображение вернулось почти в таком же виде в самом каком было и раньше. Только была одна деталь. Копьем воина Меркурия было кровавым. А в это время во время битвы вдруг появился какой-то незнаемый витязь на коне, который Юлиана отступника поразил копьем. И как мы знаем последние самые слова Юлиана отступника были такие «Галилеянин ты побитый». А галилеянин это кто? Христос. И поэтому дорогие вот на иконе нашей вы видите великомученика Меркурия вот он поражает копьем у ног его на земле лежит Юлиан отступник. А вот справа в самом правом верхнем углу изображен Василий Великий молящийся перед иконой Божьей Матери. И у иконы Божьей Матери слева от образов у Божьей Матери там есть изображение воина, а справа что есть? Дорогие, хоть так вот исторически случилось, что мы на Руси мало знаем великомученику Меркурия. Но помни, о вот этом чуде мы понимаем, что это чудо для церкви христианской имеет великое значение. Поэтому, дорогие, будем и мы в своих молитвах не забывать и обращаться за помощью великомученику Меркурию. Аминь. Храни вас всех, Господь. Продолжение следует...